Промышленная швейная машина с шагающей лапкой и прямым приводом Брюс 6380 БК-Кю Швейная машина с двойным продвижением материала В продвижении участвует зубчатая рейка и внешняя шагающая лапка Машина предназначена для средних тяжелых материалов и кожу Увеличенный челнок для толстой нити Еще посмотрите, вот один поясок, один край пояска Сюда нитка цепляется вот так вот А вот здесь происходит сброс И на челноках для толстых нитей делают вот такой вот скос, видите, на нет Вообще в челноках здесь прямой угол идет А здесь я вижу сточено То ли это делали сами, то ли это уже с заводом так делают Но раньше все время вот этот уголочек стачивали под 45 градусов И скос вот этот вот идет у нас вот отсюда от края и вот до вот этой точки Здесь идет 3,5 миллиметра где-то под 45 градусов Это для того, чтобы нитка хорошо сбрасывала Если этого не будет и вам нужно поставить поздний заход челнока То нитка может здесь задерживаться и будет бросать петли на низ Здесь же уже можно выставить челнок И здесь при сбросе нитки нитка задерживаться никак не будет Значит, ставим нашу сетку Я беру, прокручиваю челнок Вот это у нас паз Я его вставляю в установочный палец вот здесь вот Вот установочный палец стоит Я его туда вставляю И прокручиваю шкив Смотрите, раз и он у меня свободно стал Все, зазор в установочном пальце где-то полтора-два миллиметра Он должен быть выставлен так, чтобы там прошла толстая нитка Ставим крылышко Вот так вот берем винт И наживляем До конца не затягиваем Прокручиваем Осторожно не потерять винт Можно положить белую салфеточку сюда под низ Чтобы винт никуда не улетел, не ускакал Потому что винт потом можете не найти Но если кто-то даже и потерял То возможно поставить вот этот первый винт И последний винт А посредине можно не ставить Ну, работать будет Это уже на крайний случай Так, теперь хорошо затягиваем Подтянули Второй винт Подтянули И третий винт Подтянули Ну и теперь можно хорошо затянуть Средний затягиваем И потом крайний Так, и нижний Так, все Все это мы сделали Ну и я возьму вот сюда Вот капну масло Чтобы у нас поясок смазался Так, ну и так же Шпульный колпачок Здесь тоже нужно протереть Внутри стоит, видите, прокладка Чтобы нитка не набегала Так, это все мы протираем Внутри Кладем нашу прокладку Видите, кружочек вырезан Это для того, чтобы нитка у нас не набегала Если металлическая шпулька будет вот так вот То она будет Смотрите Видите, смотрите, что делается Нитка набежала И у нас вот здесь, вот видите Уже может произойти обрыв Уже нитка пошла туго Уже все Так дело не годится Для этого сюда, вот видите Набежало сколько Значит, для того и ставится прокладка Ну вообще, вот такие шпульные колпачки Ставят вот сюда внутри Пружинка Чтобы нитка не набегала Но здесь почему-то нету Ну Мадеин, знаменитая фирма Так, ставим Значит, прокладка должна быть вырезана Точно по нашему посадочному месту Шпульного колпачка И чтобы края не заворачивались Так, ну и теперь Шпульку, в принципе, с прокладкой Можно ставить по-любому Против часовой стрелки По часовой стрелке Это уже без разницы Видите Вот видите, я резко Видите И у меня нитка не набегает Так, здесь все Ставлю шпульный колпачок Он должен быть Хвостовичок вот этот должен быть подпружинен И если вы вот так вот поставили То должны вот так вот Раз И шпульный колпачок должен защелкнуться Если вот эта пластиночка будет болтаться То у вас шпульный колпачок может выскочить И подбить челнок Значит, он должен быть все время подпружинен Всем, кому потребуется видео Установка челнока Заводская регулировка игловодителя Регулировка перитопа Регулировка эксцентриков, шагающие лапки И зубчатой рейки Смотрите на моей странице в обучающих видео Обучающие видео подходят Ко всем швейным машинам такого типа С шагающей лапкой И двойным продвижением материала Так, ну и ставим пластину Вот эту беру, приподнимаю Заношу вот сюда вот так вот Раз Ставлю Вот эту пластиночку наверх Вот сюда задвигаю Раз Теперь вот эту вот беру Опускаю вниз И заталкиваю нашу пластину вперед Вот так вот Так, ну и ставим Игольную пластину Закручиваем винты Так, ну все В принципе здесь готово Так, ну и теперь я немного вам расскажу О смазке челнока Значит, челнок смазывается Вот здесь вот В нашей проточке Где стоит сетка челнока И вот этот именно поясок Где ставится Вот он вставляется Вот сюда, видите Вот этот поясочек В этом пояске Есть Отверстие Вот оно Игольную пластину Игольную пластину Игольную пластину